Новое видео выходит каждый день в 20.00 Последнее время мне, ну я не знаю, возможно не только мне, возможно каким-нибудь другим GTA-самп ютуберам или другим ютуберам, хотя скорее всего просто GTA-самп ютуберам, пишут вот такую вот тему по типу того, вот ты знаешь, в GTA-самп ютубе ты хоть как будешь снимать летсплей, потому что каких-то, знаешь ли, актуальных тем для обсуждения, там, я не знаю, на каждый день, чтобы выкладывать видеоролики каждый день, но их просто нету, понимаешь? То есть там есть штук 15, 20, 25 тем, которые вот можно заснять, а дальше всё, а дальше вот просто тихий лес, там синий кит, тихий дон, там вот эта вот красная сова или как вот там всё это называется, мне без разницы. И вот вы знаете что? У меня вот на канале на данный момент, я не знаю, когда вы смотрите данный видеоролик, но вот абстрактно вот так вот предположу, более 140 видеороликов. И вот за все эти видеоролики я ни разу не заходил на какой-то сервер в GTA-сампе, ни разу я не снимал летсплей, ни разу не покупал аккаунт за 3 рубля. Да, я, разумеется, заходил там в GTA-самп или в обычную GTA для того, чтобы снять какие-нибудь там, я не знаю, пародии на GTA-самп ютуберов, вот как, например, вот пародия на GTA San Andreas, наверное, ютубера Зака. Она была снята на Movie Server Loaded, это так или иначе самп. Однако, я бы не сказал, что это какой-то летсплей или там то, что сейчас снимают там какие-то остальные GTA-сам ютуберы, нет, это абсолютно не так, то есть это абсолютно другой формат, это также можно приравнять к разговорному формату, однако на моём канале вот существует ещё такой плейлист, как пародия, однако это так или иначе никак не относится к летсплеям или наподобие этого. Вот это именно пародия, а уж как они реализованы, то есть, ну, я мог их реализовать, там, я не знаю, вот, знаете, у вас чёрный фон, а я вот так чисто аудиоспектакль вам тут устраиваю и так далее, то есть это абсолютно без разницы. И вот, вы знаете, как вообще придумываются темы, вот, лично у меня, я не знаю, слышал у Ангела Касада примерно точно так же, вот, я сижу, вот, и думаю, минут там 10, 15, 20, возможно, ну, максимум полчаса, вот, сижу, думаю, смотрю, смотрю какие-то там, я не знаю, потусторонние видеоролики, не обязательно связанные там с GTA-сам, возможно, у каких-то других ютуберов, там, близкими, близких мне по контенту, по повествованию и так далее. Вот я смотрю и думаю, ммм, а чё бы я мог такое вот записать, потом захожу в GTA-сам журналы какие-нибудь, и вот там ещё какие-то новости или то, что, вот, можно новость вот одну взять и вот так сделать у неё одну такую большую тему, абсолютно никак не упоминая эту новость, я думаю, что вы меня поняли. И вот из этого выходят вот все эти темы, и вот после этого говорить, что в GTA-сам ютубе вот нету тем для обсуждения, что там их максимум, там, 15, 20, 25, ну, это, это абсолютно, то есть, я не знаю, кем нужно быть, в самом деле. То есть, тем в GTA-сам ютубе миллиард, то есть, ну, в самом деле, вот есть много возможностей, как можно не снимать вот эту вот всю зашкварную хуйню по типу летсплеев или по типу купил аккаунт за 3 рубля, и вот можно высмеять это, да, в постироничной или, я не знаю, там уже в метаироничной эпостасии, вот можно как-то высмеять вот всю эту хуйню и так далее, не заходя при этом в GTA-сам, никак не шкварясь, вот просто действительно сделать какой-то такой контент. И не обязательно для этого заходить в GTA-сам, опять же, вот что-то такое снимать, просто вот не обязательно. У меня вот основная работа на канале, она происходит вот именно в Adobe Audition, то есть, я не снимаю какой-то там, я не знаю, геймплей при помощи там Bandicam или Fraps и так далее. У меня вот просто вот весь мой канал построен вот на Adobe Audition именно на озвучке. Не сказал бы, что качественная озвучка, не сказал бы, что средняя озвучка, терпимая озвучка, хотя бы более-менее как-то можно слушать. Не то, чтобы приятно слушать, не то, чтобы и так далее, мне не повезло с голосом, мне не повезло, у меня дефекты речи и так далее, меня неприятно слушать во многих моментах и так далее. Я достаточно часто лью воду, как, допустим, тут, потому что, то есть, ответ на вопрос, который меня поставили, он отвечается за две там, за три секунды, вот просто, то есть, темы есть, просто их нужно найти. Просто вот, там, я не знаю, ты придумал какую-то одну тему и от нее можно вывести 15 подтем и вот на эти вот 15 подтем сделать там, я не знаю, 10, я не знаю, те же 15 видеороликов, просто вот как-то взять вот так вот общую тему, одну вот из этих 15 подтем. То есть, это достаточно легко, ты берешь одну большую тему и из нее вот, там, не знаю, вырываешь остальные тему, вот допустим, GTA Sam журналы ВКонтакте, да, и вот из нее вот сразу можно вот так вот выловить там, я не знаю, две подтемы, это хороший GTA Sam журнал и плохие, вот уже, то есть, три ролика получается, вот просто рассказать про GTA Sam журнал, а потом про плохие GTA Sam журналы, про хорошие GTA Sam журналы и вот, то есть, уже три видеоролика готовы, как вы, блять, ищите темы для видеоролика, я абсолютно не понимаю. И вот так абсолютно совсем, вот на что ты не посмотри в GTA Sam сегменте, вот просто на все, на ютуберов, там, я не знаю, на те же GTA Sam журналы, на сервера, да абсолютно на все ты посмотри, и вот оттуда вот эти вот темы, они все берутся. Поэтому я абсолютно не понимаю людей, которые вот не могут найти тему, если ты не можешь, блять, придумать тему в Sampe, вот, о которой можно рассказать, о которой можно снять и так далее, то ты далее никуда не продвинешь в Sampe, это вот, я опять же хочу повториться, самая вообще бездарная игра, которую можешь только придумать, вот, снимать видеоролики именно по этой игре, потому что тут не нужно никого таланта, не нужно ничего придумать, то есть, все находится на поверхности. Не нужно ничего искать, то есть, все давно придумали за нас, говорить в микрофон, озвучивать видеоролики и так далее, все давно вот это вот придумали за нас, нам нужно это только реализовать, у нас есть абсолютно все возможности. Я бы не хотел, опять же, вот тут, знаете, переходить в какую-то там, я не знаю, мотивацию и так далее, ролик по мотивации у меня уже есть, хотя я бы не сказал, что это мотивация, я вас там просто крою хуями за то, что вы ебаные бездарности, которые не могут вот взяться за себя и вот начать что-то делать. Почему-то вот русским людям у них нету желания атаковать, у них нету желания что-то делать для того, чтобы выбраться из той трясины, в которой они находятся, или даже не выбираться из трясин, не обязательно у тебя будет цель заработать денег. Просто рассказать людям о том, вот что тут есть, вот в этом вот GTA-самп-сегменте, что есть хорошее, что есть плохое, что есть среднее, нейтральное, что есть еще вот так далее. Возможно, у вас такая цель в жизни, я не знаю, не все же хотят заработать деньги для того, чтобы удовлетворить свои потребляцкие потребности, не обязательно. То есть, ну это прям реально, это абсолютно не обязательно. И, ну тем, вот, которые можно обсудить, которые можно рассказать и так далее, их дохуя, они все лежат на поверхности и ждут, пока вы их обсудите. То есть, я не знаю, вот даже привести пример, вот сейчас на ютубе становятся популярные чуваки, которые делают абсолютно банальные вещи. Возможно, знаете, Крипер 2004, там, я не знаю, сделал гайд по тому, как создавать папку 4,5 часа и собрал там уже более 600 тысяч просмотров. Просто человек взял, написал в блокнот, сделал вот старый видеоролик, который придумали, такой формат видеороликов до него и просто собрал 600 тысяч просмотров. Ну разве это не охуительный? То есть, вы можете абсолютно точно так же. Опять же, никого не мотивируй, не хочешь не делай, будет только вот меньше конкуренции, будет намного легче что-то делать. Хотя отсутствие конкуренции, оно порождает стагнацию, деградацию, прокрастинацию, еще вот все такое, лень вот это вот все. Поэтому, нет, лучше, чтобы была конкуренция, причем большая, в GTA Самп Ютубе она большая, но не такая, как на большом GTA Самп Ютубе, где для того, чтобы тебя увидели, тебе нужно отсосать хуй какому-нибудь, я не знаю, блять, эльфу-торговцу. Ладно, это уж такие внутренние приколы, внутренние мемесы, вот эти вот агентства Wild Jam. Ну, я думаю, вы знаете вот это, Николай Соболев, Кокаин, ну, все такое, все такое. Вот, и исходя из всего этого, вот если вот резюмировать все, что я сказал до этого, темы в GTA Самп Ютубе есть. И вот, вот эта вот отговорка, которую вы придумали сами для себя, для того, чтобы оправдать свои вот эти вот никчемные поступки, вот эту вашу никчемную лень, блять, выбрасывайте это все абсолютно нахуй. Потому что тем в GTA Сампе дохуя, того, что можно снять, это просто дохуя, блять. Да те же аккаунты за 3 рубля, хоть это и за шквар, хоть это и хуё, но придумал человек, собрал много просмотров, да, и если его это никак не ебет, почему вас-то должно ебать. Разумеется, да, если бы я такую хуйню снял и набрал столько просмотров, я бы, блять, корил себя. Сука, лучше, блять, работать на заводе, нахуй, за 30 тысяч рублей в месяц, чем на Ютубе, блять, шкварится. Ну, просто, ну, какой в этом кайф. Зарабатывать деньги на том, что ты ебанное ничтожество, ебанное уебище, которое смотрит за то, что он удовлетворяет потребности малолетних дебилов. Вот просто вот быть шутом на вот, вот этом вот детском празднике, нахуя? Просто нахуя? Просто зачем? Вот эти вот аккаунты за 3 рубля, ну, это ж полная хуйня. В самом деле, блять, это ж полнейший зашквар. Я не знаю, кто может это смотреть, я примерно представляю, кто может это снимать и зачем может это снимать, и так далее. Ну, блять, ладно. Так или иначе, это выбор каждого человека. Если ты делаешь какую-то хуйню, я просто скажу, что ты делаешь хуйню, и всё. И будет тебе за это стыдно, не будет тебе за это стыдно, это уже твой выбор. И будешь ли ты меняться в какую-то лучшую сторону, или останешься вот в этом вот говне просто с большим количеством денег. Ну, типа, ну, я богатый, мне похуй, да, как бы. То есть, Хьюго Ромеро такой, типа, ну, я богат, да, мне вообще похуй на всё. Или там, Делорензи, типа, вот эту вот хуйню для детей делает. Вот эту вот постановочную всю хуйню. Да, типа, ну, я богатый, мне похуй, да, ну, человек, ну, просто долбоёб. Ну, просто долбоёб, ну, что с него можно взять, да. То есть, ну, я лицемерное говно, ну, я богатый, мне похуй, то есть, на всё вот это вот. В общем, так или иначе, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Снимайте какую-то полезную, хотя бы, ну, не полезную, нейтральную вещь, хотя бы, чтобы не шквариться вот на GTA, самп ютубе, потому что зашквариться на GTA, самп ютубе, это очень легко. И не нужно для этого делать что-то нерденно. Ты просто вот покупаешь аккаунт за 3 рубля, всё, ты зашкварен. Ты просто попущен, ты просто дебил какой-то, который я не понимаю вообще, как существует, как живёт на этой вот планете Земля, и зачем он вообще всё это делает. Ведь в самом деле, вот просто вот этот вот единичный заработок каких-то копеек, он не стоит того, чтобы вот так вот шквариться, как делают это вот всякие Хьюго Ромеро, или там Дант, или Бруль оф Игрек Плей, вот это Саша Белов, или как там его зовут, Бруль Луков, Бульон, там, я не знаю, Бекон, ну, в общем, наверное, как-то так. В общем, ладно, я хотел сказать всё, что, вернее, я сказал всё, что хотел. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok